Поэтому обращаюсь к тем, к палачам, к тем, кто арестовывает верующих, насилует, убивает, пытает, допрашивает, издевается. Знаете, что Бог вас простил тоже. Бог вас простил и верующие вас простили. Настоящие верующие вас простили. Я почитал свидетелей Бога, их отзывы. Слава Богу, кровью сердце обливается. Они пишут, что любят вас и пишут, что благоставляют вас. Я очень рад, что морально, духовно, свидетели Его оказались на высочайшем просто уровне. Я еще и раньше сомневался в этой организации. Раньше сомневался, насколько они верующие, насколько неверующие. Но знаете ли, вот события последних месяцев, особенно последний месяц, показали, что свидетели Его оказались на высочайшем моральном уровне. Нам, православным, очень далеко до них. Католикам, протестантам многим очень далеко до них. Потому что вот так вот высокоморально отвечать, сохранять спокойствие и даже пред лицом смерти благоставлять своих обидчиков и тех, кто пытает их, допрашивает их, это действительно показатель очень великой духовной жизни. Поэтому я преклоняюсь просто пред их действительно подвигам, христианским подвигам, моральным, духовным подвигам. Но я хочу тоже присоединиться к их словам и обращаюсь сейчас к обидчикам, обращаюсь сейчас к гонителям. И я знаю, что Бог во Христе примирил с собой весь мир. Иегова, это имя Бога, Святое имя Бога Святого, Творца неба и земли. И, наверное, еще и потому организация-то, она вызывает такую искреннюю ненависть, порой даже бескорыстную ненависть у сильных веков сего. Потому что ни одна из христианских юрисдикций, других организаций, конфессий, деноминаций не взяли на свое знамя, будем так говорить, в название самого имя Бога Всемогущего. Лишь одна организация осмелилась, из тысяч организаций христианских, деноминаций, юрисдикций, лишь одна осмелилась взять имя Бога Всевышнего себе на знамена. И это очень ответственно.